В Сочи проведут ревизию чайных плантаций. Больше половины нуждаются в омолаживающей обрезки и перезакладки. В Сочи сносят еще один незаконный дом. Самоволка с видом на стадион Фишт оказалась небезопасной для проживания. С 1 января бесплатно. Участникам Великой Отечественной и их сопровождающим оформят билет без денег. Дом ребенка стал центром творчества. Несколько десятков человек вооружились кистями и красками, а вместо холста – подпорная стена. Без жилых комплексов и торговых центров. Как исполняется запрет на строительство в прибрежной зоне и лесных массивах, сегодня проверил губернатор Кубани. Вениамин Кондратьев и прокурор края Сергей Табельский осмотрели с воздуха спорные территории в Анапе, Геленджике и Новороссийске. В этом году в регионе приняли закон, препятствующий возведению капитальных зданий в 500 метрах от уреза воды. Однако есть примеры, когда это требование игнорируют. В Новороссийске губернатор отправился на одну из таких строек. Апарт-отель с квартирами на продажу растет прямо посреди набережной. К нему уже успели пристроить и торговый центр. Оказалось, разрешение на возведение комплекса выдано с нарушениями. На подобные случаи незамедлительно должны реагировать правоохранительные и надзорные органы, уверен губернатор. Вот по сегодняшней норме, краевой норме, по тем договоренностям, которые мы уже оформили и законом края, где от уреза 500 метров, от уреза воды нельзя строить, по тем правилам землепользования застройки, которые сегодня в Новороссийске утверждены, по генплану Новороссийска, вот эти строения попадают в это правовое поле, либо нет? Вот мне нужен важный ответ. Они по назначению попадают в это правовое поле? В случае, если будет исключено даже понятие жилья любого, апартамент или это, или апарт-отели и так далее. Что касается этажности, в правилах землепользования застройки Новороссийска сегодня 15 метрами, 15 метрами ограничена высота первой линии застройки. То есть по форме эти строения попадают в разрешенную норму? Да, но содержание это самое главное. А вот содержание, вот тогда давайте тоже вам поручнее разобраться. Если содержание отвечает, то что здесь у нас не может быть жилья в 500 метровой зоне, ну значит тогда что здесь будет? Хорошая гостиница? Пожалуйста. Да, но только не жилье и не апартаменты. Это принципиальная моя позиция, что мы все равно должны оставаться курортом. Хотя это Новороссийск, но все равно в понимании жителей страны это тоже своеобразный, но курортный город. Региональный закон предусматривает ограничения по этажности и функционалу. Теперь если и строить у воды, то только гостиницы и санаторий не выше четырех этажей. О том, как идет борьба с самостроями, в первую очередь на черноморских курортах, говорили уже на совещании с участием главы региона. Здоровое будущее, новая школа и народный контроль. Партийные проекты для реальной жизни представили на съезде регионального отделения Единой России. Конференцию посетил губернатор Краснодарского края. Сейчас у партии власти ответственный период, курс на обновление. Как теперь мыслить глобально, но не забывать про конкретного человека, узнаем мы из следующего сюжета. Я приветствую всех участников конференции партии Единая Россия. Пусть будет больше реально добрым дел. Ряды сторонников партии власти, кажется, раздвигают границы обычного. Делегатов съезда регионального отделения Единая Россия встречает настоящий робот вместе со своим конструктором. Этот робот был собран из подручных вещей. То есть, тут старые автомойки были использованы. Также что-то из дома кто-то приносил, мы собирали его. Он был создан для боевых роботов, но также может использоваться, как и для экскурсий. Кириллу Сергеенко 12 лет. Вместе с одноклассниками над роботом он трудился целый год. Погрузиться в современные технологии стало возможным благодаря партийному проекту «Новая школа». Главная цель – развитие систем общего, среднего и высшего образования. Цифровые технологии в программу обучения теперь внедряются повсеместно. От детского сада до школы. Инженерное образование мы внедряем уже с самого дошкольного детства. Начиная с математического блока, который здесь очень широко представлен. Детки знакомятся с элементарными математическими значениями. Они учатся взвешивать, учатся в различной опытнической деятельности. 15 партийных проектов от детского спорта до безопасных дорог реализуются по всей стране. Каких успехов удалось добиться в Краснодарском крае, рассказывает губернатору. Венимин Кондратьев посетил выставку перед официальным открытием съезда. Настоящий прорыв в медицине. Эксперименты кубанских ученых позволили снизить вероятность отторжения пересаженных донорских органов. Пока лабораторные испытания проходят только на животных. Когда пациенту пересаживаются донорские органы, он подвержен иммуносупрессорной терапии, что ухудшает качество жизни. И чаще всего пациенты умирают, допустим, не от самой пересадки, не от самой операции, а от осложнений, которые при подавлении иммунитета возникают. Что мы пытаемся добиться, чтобы этой терапии не было, чтобы не было этих осложнений. Мы берем органы у доноров, обесклечиваем их, берем клетки рецепиента, засаживаем данные биологические каркасы полученные. Конечно, если это возможно, на Кубани достигать на нашей Кубани, в том числе и новых технологий в высокотехнологичной уже медицине, конечно, что надо делать. Но я понимаю, что мы должны стать условием для вас и талантовых, таких девушек, ребят, условия, чтобы вы могли максимально заниматься наукой, прикладной наукой, которая явно повысит качество жизни. Еще одно из важнейших направлений, которое в том числе влияет и на здоровье, развитие детского спорта. За последние четыре года на Кубани при поддержке депутатов-единороссов отремонтировали 150 спортивных залов в сельских школах. Но партийный проект только этим не ограничивается. Одна из акций проекта «Детский спорт» – это чемпионы детям, где на одной площадке собираются известные спортсмены и дети. Дети из детских домов. То есть сейчас это 100 ведущих спортсменов мира и 2500 детей. Конечно, сегодня немалые деньги. Благодаря в том числе и программам «Единая Россия», мы не вкладываем в спорт. Мы инвестируем в наше будущее, в наших мальчишек, девчонок. А сегодня, создавая вот эти секции, создавая различные спортивные дворцы спорта, малобюджетные, неважно какие, мы обеспечиваем их будущее путем вовлечения в настоящую реальную жизнь, сегодняшнюю и завтрашнюю. Потому что она настоящая, она реальная. Она не там где-то в темных переулках, она не в каких-то непонятных ночных клубах. Можно ругать бесконечно все это и ничего не делать. Мы делаем. Мы делаем альтернативу в виде спортивной составляющей их жизни. И максимально делаем все, чтобы эта спортивная составляющая была большой в нашем крае. Во многих проектах упор на сельскую местность. И это не случайно. На Кубани, если не брать крупные города, люди в основном живут в станицах и хуторах. Поэтому поддержке агропромышленного комплекса уделяется особое внимание. Губернатору показывают селекционные достижения местных ученых. Это сорта, которые показали себя лучше всего в этом году. Потенциал из до 120-150 центнеров с гектара. Сегодня задача наша была сохранить, сохранить семена пшеницы. А сегодня мы приумножаем. И такой результат. Конечно, ученые, наши ученые-селекционеры, аграрии уходят на первый план. Потому что, безусловно, сегодня мы смогли сохранить потенциал, жительницы всей страны. Коллеги, это огромный сегодня вклад, в целом продовольственный пирог страны. Огромный. Отрицать невозможно. Господдержка, в том числе благодаря Единой России, агрария огромная. Совокупно 7,5 миллиардов рублей. Когда такие деньги на аграрное направление я видел крайне. Партийные проекты наглядно демонстрируют перемены внутри Единой России. И продиктованы они в первую очередь самой жизнью. Любое политическое объединение не должно отрываться от реальности, обратился Венимин Кондратьев к делегатам. Чтобы не терять связь с людьми, нужно с ними больше общаться. И не только слушать, но и слышать. Мы вместе сегодня с вами отвечаем за результат жизни в нашем крае. Должны и обсуждать конкретно то, что получилось и что еще должно получиться. Чтобы максимально, еще раз подчеркиваю, где-то подтвердить доверие народа, а где-то, может быть, и завоевать еще доверие народа. Жители нашего края. Вот это сегодня стратегическая задача. Не словами, еще раз подчеркиваю, а делами, конкретными делами. Партия должна быть, на самом деле, максимально приближена к реальной жизни на земле, к людям, даже к отдельному человеку. Правильно. Но сегодня мы должны поговорить о том, что есть, конечно, и результаты, и возможности сегодня, может быть, скорректировать наши партийные проекты, исходя из того, что сегодня есть и возможность в рамках и федеральной поддержки Единой России, нашего региона, и в том числе краевые возможности где-то расставить приоритеты так, чтобы, на самом деле, добиться еще большего результата и эффекта. На комфортную городскую среду привлекли в край на следующий год 2 миллиарда 100 миллионов рублей. Это партийные деньги. Без комфортной среды никакие наши микрорайоны для жизни пригодными не будут. Без школ, детских садов, без парков, скверов, без дворовых этих территорий. Но это же, это все равно безликость. Нормотворческую свою деятельность, безусловно, строим и опираясь на мнение наших избирателей. Регулярно проводятся приемы граждан в партийных приемах, в наших партийных приемных. На таких встречах мы видим, что сегодня в обществе происходят заметные изменения, есть запрос на реальные дела, конкретные достижения, в том числе и в виде реализации партийных проектов. Сегодня партия о власти взяла уверенный курс на обновления. И не только в программных взглядах, но и в собственных рядах. Особое внимание инициативной молодежи, которая готова, используя партийные площадки, реализовывать конструктивные идеи и проекты. Опыт у нас есть. В минувшей избирательной кампании более трети кандидатов предварительного голосования были молодыми людьми до 35 лет. Шквал овации в зале сегодня сорвал самый юный участник съезда. Второклассник Кирилл Погребняк стал лауреатом книги «Добрых дел» Единой России на Кубани. Туда попадают не только члены партии, но и любой, кто занимается полезными вещами. Кирилл вырастил более 50 саженцев, которые отдал на озеленение родного села. На сцену мальчик вышел не с пустыми руками. Подарок губернатору символично превратился в поручение чиновникам на местах. Я хочу вам подарить этот саженец. Я его вырастил сам. Я хочу, чтобы наша Кубань процветала. И поэтому буду продолжать экологические акции. Ну, я знаю, что будем просветить огромное, но до акций нет, не дойдет. Давай сделаем так, чтобы это была системная работа. Так, в нашем крае. Высаживать такие красивые саженцы. Спасибо всем, спасибо тебе. А это давай вместе с тобой посадим на Санкт-Петербурге. Ты откуда? Из Тбилисского района. А у вас в Тбилиска есть хороший парк? Ну, да. Вот с Тбилиска начнем, я чувствую. И вместе мы этот с тобой саженец в близком парке, даже если он не очень, как я так понимаю, его еле вспомнил, то вместе его там и посадим. Договорились? А я думаю, глава Тбилисского района нас с тобой услышал. Так? Начнем с системой. Пожелание системно работать наверняка услышал не только глава Тбилисского района. На съезде присутствовали многие муниципальные руководители. Ведь 94% победивших на сентябрьских выборах глав городов и сел являются членами Единой России. Что еще раз подтверждает, избиратели по-прежнему доверяют партии власти. 67 детских поликлиник края оснастят новым оборудованием до конца года. Это стало возможным благодаря нацпроекту здравоохранения и соответствующей региональной программе. Современную технику установили уже почти во всех учреждениях. Как она работает, оценила Анна Менькова. Заместитель губернатора посетила первую и вторую городские поликлиники Краснодара. Там появилось лор и офтальмологическое оборудование, портативные аппараты УЗИ и 12-канальный ЭКГ. А также мочевой анализатор, техника для механотерапии, детской реабилитации. А при каких заболеваниях он используется? В основном он сейчас используется после травм, после восстановления нижних конечностей. У него там различные программы. То есть это реабилитационная? Реабилитационная. А до этого чем вы пользовались? Ничем. Ничем. То есть это для вас совершенно новое. Для нас это вообще все совершенно новое. Насколько оно востребовано? Очень насколько. Ну сейчас да, востребованное, потому что детей много травмируется, много с травмами. У нас до этого физкабинет работал и до сих пор работает. Сейчас оттуда отправляют вот сюда к нам на восстановление уже. Отличную работу. Общая стоимость всего оборудования около миллиарда рублей. Часть денег выделил региональный бюджет, а часть – федеральный. Аналогичная работа по оснащению медицинских учреждений продолжится и в следующем году. В 2020-м в плане 36 детских поликлиник. С 1 января инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также их сопровождающие, смогут ездить в поездах дальнего следования бесплатно. Касается это поездок внутри страны в вагонах купе, СВ, люкс, а также с местами для сидения. Такое решение компания РЖД приняла в канун 75-летней годовщины Великой Победы. Оформить бесплатный билет можно в кассах дальнего следования. Для этого надо предъявить документы, удостоверяющие личность пассажира и подтверждающие право на льготу. Это удостоверение участника или инвалида войны, либо удостоверение о награждении медалью за оборону Ленинграда. Сборы за оформление и возврат билетов взиматься не будут. Суд также с участников и инвалидов Великой Отечественной и сопровождающих не будут брать плату за постельное белье и питание. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. Почти 10 тысяч пачек сигарет задержали в Сочи на границе с Абхазией. Такой груз пытались перевезти в трех машинах. Над автомобилями хорошо потрудились, сделали их практически трансформерами. Там было оборудовано множество тайников. В Ford Transit сигаретами были заполнены полости механизмов стеклоподъемников под обшивкой дверей и багажника. Всего обнаружено 3000 пачек сигарет без акцизных марок. В другом автомобиле марки Mazda контрабанда была спрятана под боковой панелью багажника, под обшивкой, в бардачке, вместо фильтра-кондиционера и даже в ниши для печки. Всего более 1400 пачек. Ранее нелегальные сигареты были найдены и в грузовике «Газель». На первый взгляд он был совершенно пуст, но рентгенкомплекс показал, что кузов по всему периметру обшит металлическими листами. Под двойными бортами были спрятаны почти 3500 пачек сигарет. Водитель-житель Сочи объяснил, что сигареты на общую сумму 48 тысяч рублей купил на рынке в Абхазии, где отдыхал. По словам водителя, все это богатство он приобрел лично для себя и своих родственников. Незаконные товары и автомобили изъяты. Сегодня в Сочи снесли еще один незаконный дом в Адлии на улице Бакинской. Самоволка с видом на стадион Фишт оказалась небезопасной для проживания. На самом деле дома здесь два. Первым под снос пошел четырехэтажный. Соседнюю пятиэтажку ждет та же участь. Площадь участка не предусматривает такое масштабное строение. Максимум – частный дом. А по факту здесь – самоволка площадью полторы тысячи квадратных метров. Иск о сносе администрация города подала еще на стадии фундамента. Но пока продолжались судебные разбирательства, застройщик завершил строительство и даже успел продать квартиры. И это несмотря на то, что решение о сносе суд принял еще год назад, и оно вступило в силу. Летом мы выехали сюда. У нас должно было состояться мероприятие о сносе. Должник подписал договор с администрацией о том, что он самостоятельно устранит данное нарушение, а конкретно снесет данные два незаконно построенных объекта. После чего последовали процессуальные действия в виде приостановок, затягивания волокита данного исполнительного производства. На сегодняшний день все отмены произошли, производство снова в исполнении. И мы сегодня осуществляем контроль за тем, как происходит снос. В итоге администрация города решила нанять для сноса подрядную организацию. Но работы по демонтажу придется оплатить застройщику, иначе он лишится и земельного участка. Данный дом построен без соответствующего разрешения. Нет уверенности и нет понимания, насколько дом надежен и безопасен для дальнейшего проживания в нем жителей. Строился без какого-либо строительного надзора. Снос будет произведен в ближайшее время. И по всем домам, по которым есть решение суда о сносе, которые признаны небезопасными для проживания, будет аналогичная ситуация. Дома также будут снесены. Снос – это еще не конец. Судебное производство будет закрыто после того, как застройщик вывезет с территории весь строительный мусор, и приставы убедятся, что разбит и фундамент – это и есть основной показатель того, что снос завершен. Инга Габеш и Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». В Сочи проведут ревизию чайных плантаций. Такое поручение дал вице-губернатор Андрей Коробко на совещании, которое прошло в Сочи, и было посвящено развитию агропромышленного комплекса. Больше половины плантаций нуждаются в омолаживающей обрезке и перезакладке. Чаеводы, которые не используют земли по назначению, будут оштрафованы, предупредил вице-губернатор. Ну а накануне совещания он побывал на крупных предприятиях. Знакомство с работой сочинского хлебокомбината для вице-губернатора Андрея Коробки началось с дегустации сушек. Всего же предприятия выпускают около 200 видов изделий. За год с конвейера сходит более 20 тысяч тонн продукции. Самые ударные, конечно, были – это чемпионат мира по футболу, когда была Олимпиада. Тут ставили стахановские рекорды такие наши кондитеры. Ароматной и свежей выпечкой предприятие обеспечивает 70% сочинцев. Продукция разлетается с прилавков не только Краснодарского края, но и шести регионов страны. Руководство такой успех объясняет просто высоким качеством хлебобулочных изделий и ингредиентов, из которых они изготавливаются. Вся практически мука, она у нас поступает от кубанских наших производителей, от кубанских мукомолов. Ну, небольшую долю муки, там, ржаной, которая не производится в крае, мы берем из других регионов, это и по Волжье, это и Башкирия. По пшеничной муке, естественно, наших производителей никто не может, скажем так, обогнать по качеству, по цене. Доля сочинского мясокомбината на рынке Краснодарского края составляет 32%. Колбаса, ветчина, сосиски, карбонат – в ассортименте 350 видов изделий. Они пользуются спросом как у горожан, так и у туристов. Особенно хорошо продается продукция, приготовленная по авторским рецептам. Отдыхающие сюда приезжают, они берут что? Чай с собой отсюда, мед. И так как у нас здесь самое уникальное предприятие, должны брать и с собой колбасу, только которой нет нигде. За стандартами качества следят больше полутора тысяч специалистов. Вся продукция производится на высокотехнологичном оборудовании. В этой климатической камере созревают сырокопченые колбасы. Только при определенной температуре и влажности можно приготовить хороший деликатес. Однако градообразующие предприятия, как и большая часть чайных плантаций Сочи, не работают на полную мощность, считает Андрей Коробко. Эту тему он поднял уже на совещании. Из 1200 гектаров земли ароматный лист собирают лишь с 326. 60% плантаций нуждаются в омолаживающей обрезке и перезакладке. У нас есть отдельная программа в регионе, которая сегодня наполнена деньгами. К сожалению, не в полном мире используются все эти ресурсы финансовые. И предприятия неактивно идут в восстановление чайных плантаций. В 2019 году на развитие этой отрасли сельского хозяйства власти региона выделили 30 миллионов рублей. Однако заявки от чаеводов пришли лишь на 7. Не досчитались в этом году и урожая. Вместо 550 тонн было собрано всего 300. Вице-губернатор поручил провести ревизию чайных плантаций и оштрафовать тех производителей, которые не используют их по назначению. Инга Габешия, телекомпания ФКТ. Сочинский дом ребенка сегодня стал центром творчества. Несколько десятков человек вооружились кистями и красками, а в качестве холста у художников – подпорная стена. Раньше она была серая, но благодаря авторам идеи и волонтерам станет частью большого детского городка. Эта опорная стена в сочинском доме ребенка еще недавно была совсем тусклой и мрачной, но нашлись инициаторы и общими силами исправили ситуацию. Мы тут собрались, чтобы детям разрисовать стену и чтобы они были рады смотреть на стену. Доброволец-предприниматель, пожелавший остаться неизвестным, загрунтовал стену и покрасил ее в золотистый цвет. В итоге она превратилась в настоящий холст, на котором художники изобразили мельницу, колодец, подсолнухи, цветущие мальвы. Получился Кубанский сад. Эскиз рисунка продумали преподаватели художественной школы, а инициатором идеи стала заместитель главы города Полина Деняк. Идея возникла у Полины Викторовны Деняк, когда она была здесь на празднике, вот в этом учреждении. И она, как бы вот увидев стенку, которая была, ну уже обмыта дождями и не раскрашена, такая унылая немножко стена, вот, ей пришла идея в голову, что ее надо бы расписать. Она обратилась за помощью с этой темой в управление культуры, в социальную политику. И уже обсудив все уже с Марьяной Олеговной Устиновой, начальником управления культуры, вот, взяли сразу за дело две школы художественных. Неожиданно поддержали идею разукрасить стену в доме ребенка и владельцы магазина красок, куда художники пришли купить все, что нужно для работы. Волонтеры рассказывают, краску предоставили бесплатно, хотя в сумме вышло бы на 13 тысяч рублей. Словом, мир не без добрых людей. Теперь эти изображения дополнят и другие идеи. И мы решили, как бы, на нашей территории такой построить маленький городок. И в каждом городке есть свое такое определенное тематическое место. И когда вот мы, как бы, вышли на нашу территорию, у нас здесь был только прудик. И, в общем-то, ну, сначала цветочки стали появляться, потом мы решили животных купить, вот, таких домашних, чтобы детки привыкали, что это вот такой сельский уголок. И вот сразу бросилась вот эта стена. И вот эта идея, да, что вот ее как-то так сделать, чтобы дети продолжали свое путешествие, да, чтобы они эстетически так же наслаждались. Акцию поддержали студенты колледжа искусств, преподаватели и ученики двух художественных школ, а также сочинские предприниматели. Это лишь часть большой работы. Уже в ближайшее время вся 12-метровая стена будет разрисована яркими красками. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. Лучшие молодые лучники региона борются в Сочи за медали краевого турнира и возможность представлять Краснодарский край на всероссийских соревнованиях. Сегодня в Сочи стартовал турнир «Надежды Кубани». Сочи, Краснодар, Анапа, Новороссийск, Красноармейский район и столица Адыгеи, Майкоп. Такова география «Надежд Кубани». Это ежегодный краевой турнир по стрельбе из лука. В этом году в Сочи приехали порядка 70 лучших стрелков. Это юноши и девушки, юниоры и юниорки от 13 до 19 лет. В их числе и призеры прошедшего в Испании первенства мира. Там российские лучники в команде взяли серебро. И всероссийских соревнований в Гатчине. Оттуда наши спортсмены привезли второе и два третьих места. Это все-таки весь мир, поэтому соперники серьезные. И самые такие ведущие страны – это азиатские страны. Они у нас в основном были соперниками. Я вернулся с соревнований в городе Гатчина, это под Санкт-Петербургом. Выступал там со своим командником Андреем Хохутским. Там мы три медали заработали. На турнир «Надежды Кубани» большие надежды возлагают и менее титулованные стрелки. Я надеюсь выполнить кандидата в мастера спорта и забрать, конечно же, золото. «Надежды Кубани» проходят в помещении на базе Федерального центра подготовки «Югспорт». Сегодня первый день турнира – квалификация. «Надежда Кубани» идет отбор на всероссийские соревнования «Надежды России». «Надежды России» будут смотреть лучших ребят и уже они попадают на «Спартакеаду России». То есть одно идет за другим. Завтра в программе соревнований личные финалы. В субботу командные. Тогда же станут известны результаты турнира и именно тех, кто поедет в Великие Луки на всероссийские соревнования «Надежды России». И на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билай» на 76-й. А также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну и заходите на наш канал в Ютюбе «Говорит Сочи». В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Сайте брендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова